сейчас я расскажу какой вариант обучения нужно выбрать если вы захотели изучать английский первое прежде чем выбирать школу учителя либо приложения определитесь с вашей точкой а и с вашей точкой б где вы сейчас находитесь по отношению к вашему английскому какой у вас уровень насколько вы уверены в нем а что вы хотите уметь делать вы хотите общаться либо вы хотите чтобы в вашей ежедневной рутине появилась какая-то деятельность которая для вас будет новой вы хотите таким образом себя развлекать будьте честны с собой я встречала людей которым не нужно применять английский в моем моей роде деятельности это очень редко бывает потому что в основном меня окружают люди которым нужен английский однако есть такие смелые люди которые готовы себе честно признаться английский мне не нужен и максимум что они от него хотят это развитие мозга упражнение для того чтобы просто разминать себе мозг это абсолютно нормально если вы для себя выберете такой вариант то не надо будет идти к репетиторам или в школу вот эта точка а и точка б это предварительная домашняя работа нужна чтобы выбрать правильный вариант обучения если вы хотите развивать пассивные навыки языка то есть читать писать время от времени включать новые слова в свою речь делать это в таком лайтовом режиме то приложение вам более чем подойдут если вы зайдете в сервис для скачивания приложения своем телефоне введете английский вам выдаст тысячи и тысячи способов вариантов самые разные красочные с напоминаниями с разными там дополнительными фишками все что угодно на ваш вкус и цвет если же вам нужно заниматься например навыком чтения навыком письма и это какие-то конкретные запросы вы можете конечно же обратиться к конкретному учителю либо в конкретную школу однако вы должны быть готовы обсуждать с этим учителем его реальный опыт в получении того результата который вы хотите получить отдельная история это экзамены если вам нужно сдавать айлтс либо той фл либо любые другие экзамены вам обязательно надо найти тех специалистов или центр которые точечно готовят к этому экзамену потому что от этого зависит ваши исходные баллы вы не можете себе позволить взять того кто не имеет опыта не получал конкретных результатов подготовки к вашему нужному вам экзамену поэтому я всегда рекомендую обращаться именно в центры они конкретным учителям потому что объем учеников через которые которые готовятся в этих центрах но вы понимаете количественно физически больше успевают центры подготовить учеников к экзаменам чем один репетитор или учитель это первое второе если вам нужны активные навыки английского то есть говорение понимание вашей жизни реально нужен английский вам нужно его применять для работы для бизнеса для своей экспертной деятельности то вы не выбираете тех кто готовит к экзаменам приложение потому что там вы не найдете то что вы ищете если вам ближе и если вам более подход индивидуальные работы да то есть то вы можете выбрать себе конкретного учителя который опять же имеет опыт подготовки учеников к тем целям которые вам нужны если вам нравится системность соблюдение принципов стандартная подготовка то конечно выбираете школу потому что обычно в школах английского есть та самая системность единая методика как например у меня в школе да то есть мы все с моими преподавателями с моими учителями соблюдаем единую методику единый подход который каждый раз стандартно дает результата при подготовке имейте ввиду что вот эти все казалось бы детали и мелочи которые на первый взгляд может быть не так важны далее когда вы уже занимаетесь языком месяц 2 3 определяют придете вы к результату или нет потому что это системные вещи которые по итогу формируют подход к обучению выбирайте пожалуйста именно нужный вам способ обучения подходящий под ваши цели